К первому дню уборки дворов были готовы не все. На стоянке перед домом по улице Мира полно машин. И кажется, хозяева не думают сдвигать их с места. Чем в этом году будет отличаться компания по расчистке снега от предыдущих лет? Как нам пояснили в городской администрации, изменения в работе почувствуют только дорожники, а именно предприятия Коммунспецавтотехника. Сегодня это единственная организация в городе, которая специализируется на уборке снега. И несмотря на то, что автопарк пополнился новой техникой, предприятие все равно не справится с объемами. Поэтому часть работ передадут на аутсорсинг. После проведения аукциона выберут подрядчика, который и будет убирать только во дворах. Жители никак новшеств не заметят. Они, уверяют специалисты, будут ходить и ездить по чистым дорогам. Это мы планируем. В 2021 году мы надеемся, что качество не пострадает. Все остальное работает по привычной схеме. За графиком уборки снега можно следить на сайте администрации и в соцсетях. Объявления также размещают на дверях подъездов. Главное, чтобы не вернулись старые проблемы. Горы снега, которые появляются после чистки дворов, в этом году обещают вывозить как можно быстрее. Будем вместе с жителями отслеживать и контролировать, чтобы эти кучи, которые образованы в результате зачистки, убирались в срок 5-10 дней. Я считаю, что в нашем городе все хорошо с уборкой. Потому что если взять другие регионы, ну я не беру Москву и большие города, вроде Тюмени, то для такого небольшого города у нас все очень хорошо. Бывает, конечно, то, что когда на работу идешь с утра, воспитателем работаю, и очень рано надо будет выходить. И бывает то, что не убрано еще в некоторых участках. А так основные дороги все чисто. Да, отвратительно, все отвратительно. Что касается интенсивности уборки, четыре звена, а это погрузчик, мини-погрузчик и грейдер, будут ежедневно курсировать внутри микрорайонов, пока снег не перестанет идти. Помешать работе коммунальщиков могут только сами жители. В пользу случаях хочу обратиться к автовладельцам, жителям домов, чтобы, скажем, заблаговременно убирали свой транспорт, поскольку он препятствует, на самом деле, он препятствует работе специализированной техники. И, прежде всего, они доставят неудобство самим себе, своим близким, соседям и так далее. Сегодня техника уже отработала на Прибалтийской, Сургутском шоссе, градостроителей и фестивальной. Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей.